Так, ну что ребят, всем привет, ролик по поводу битка, BNB преодолел отметку в 700 долларов, поскольку биткоин остановился, уху-ху блять, ну давайте же глянем, что же у нас происходит с рыночком крипталют, волатильность у нас падает, опять же таки многие скажут, ой-ой-ой-ой, это не упал, это коррекция, да, как говорится, вот, поэтому, как мы понимаем, BNB продолжает дальше пидорить, и это отлично, отлично. В мире крипто технологии обретаются новые эффективные инновационные возможности для заработка, один из проверенных мной проектов это Orbitz.io, данный проект использует инновационные технологии для эффективного заработка на арбитраже криптовалют, данная технология зарабатывает высокую прибыль в автоматическом режиме, за счет разницы курса крипты на бирже, своим инвесторам данная технология проект отдает до 90% заработка, что является инновационным в данной сфере, то есть пока вы спите, механизм нон-стоп зарабатывает за счет разницы курса крипты на крипто бирже, Я лично проверил данную платформу не словом, а делом, вложив изначально 7 тысяч долларов, и мой вклад постепенными инвестициями за пару недель вырос до 32 тысяч долларов. На личном пути проверил, что проект выплачивает исправно и работает надежно, как швейцарские часы. Остались только хорошие впечатления о работе сервиса, собственно, поэтому до сих пор держу свои инвестиции тут. Я рекомендую своим друзьям данный проект. Ссылка в описании под ролик. Потому что наши монетки уже на 3,5 икса в плюсе, если вы покупали на дне вместе со мной по 200 баксов, и даже мне чувак вчера написал, что покупал по 219 долларов BNB и безмерно благодарен, как вы понимаете. Почему? Потому что на данном этапе это отличная возможность была, ну на том этапе, да, не сейчас, понятное дело. Делаешь по красоте, криптопророк Александр. BNB брал по 219, сейчас смотрю с улыбкой, спасибо. Ну, не шаю в очередной раз, как говорится, да, поэтому, если кто считает нужным, ну, поблагодарить меня, в принципе, можете сделать это в комментах. Вот, Саня, набирал фил по 6 долларов на много, на много это на сколько. Ждать, сидеть или скам? Ну, как бы, скам пока на дне я написал, а на хаях перспективная технология, да, отчихнуть хочется, видно, правда. Поэтому, как вы понимаете, фил, да, ну, я на самом деле, ради прикола, бывает, скидываю в чат закрытого клуба такие комменты. Ну, не обессудьте, как говорится, но и ребята написали, что, ну, такие люди обычно, ну, продадут при малейшем движении, если по-простому говоря. То есть, ну, как они написали, что по 7 долларов чувак может продать. Вот, поэтому треугольник выход тоже будет. Ну, как вы понимаете, что, на самом деле, если, понимаете, монета стрельнет, о, уже перспектива упадет, понимаете, все, надо продавать. То есть, опять же таки, пока монета в боковике, считается, что скам, но банально, вот, накопление 2 года, ёб твою мать, понимаете. И я говорю, цели, вот, меня многие справили, цели по фил, я же говорю, 200-400 долларов. 200 долларов, это уже 40 иксов. 400 долларов, это где-то 60-70 иксов, в зависимости от точки входа. Многие недооценивают фил, а очень даже зря. Я считаю, очень зря. Потому что большинство людей, они потом, ну, просто охуеют от того, как эта монета пизданет. А это монета грейскейла, монета из сектора допин, хранилищ децентрализованных, ну, и так далее. Поэтому, я считаю, надо однозначно держать файлкоин, поэтому, кто его пролаз, ну, потом будет жалеть. Так, ну, еще у нас, получается, QCK Capital говорит, что рынок опционов сделал ставку в рост биткоина 74 тысячи долларов. Ну, и, как мы понимаем, это показатель того, что, если в ближайшие, там, какие-то сроки у нас не достигнется эта цена, то кто-то скажет, что все у нас там ликвидация, ну, и плюс 80 тысяч, также поставили 1723 контракта. Ну, по сути, это как ставки, да, такие ставки на спорт, да, 123 ляма долларов поставили на это. Далее у нас компания LUC, получается, прекратила выпуск с рейблкоина из Амиса. Амиса, это у нас, как вы понимаете, регуляторная компания, регулятор. Ну, и, в принципе, из-за этого пугают, что вот там пизда USDT, пизда, там, видите, даже ТЭК поставили тизер. Ну, это все пугалки и страшилки, что якобы тизер скоманет. Ну, и имитент, выкуп, получается, гарантировал до 30 августа. Вот, и получить возмещение можно на сайте LUC и EURL будут гарантированы. А я напоминаю, что, кстати, тут был стейбл, какой-то там рассказывали по поводу, что у нас произойдет. И запустит новый стейблкоин у нас компания Paxos, что вы понимали. И она будет у нас, получается, запустит новый стейбл, который они планируют внедрять. Да, вот, USDL, что вы понимали. И совпадение, что здесь название получается EURL. Поэтому, я думаю, как-то это все взаимосвязано. Катарит Сеарш говорит, что ETH ETF у нас привлекут в первые 5 месяцев до 5 миллиардов долларов. Ну, это, опять же-таки, начинает у нас навязывать, что надо покупать ETH, при том, что он уже почти на хаях. Starkware, получается, масштабирует биткоин с помощью технологии ZK Stark и намеренно сделать LR2-сеть единым уровнем масштабирования для первой криптолюты на еду с ETH. Ну, это, опять же-таки, продвижение ETH, LR2-сетей, ZK-технологии там, да, и, как вы понимаете, того же биткоина. SEO, Ripple и Galaxy Digital назвали претендентом на спотовый ETF. И, получается, сказали, что XRP неизбежно. Ну, как вы понимаете, что они, опять же-таки, топят за ту же самую Solana. Ну, при этом Solana была останется одной аферой типа Luna, сколько раз сеть полностью выходила из строя, это, говорит, у нас SEO-компании, ну, и, говорит, это у нас, я так понимаю, SEO Galaxy Digital, поэтому я отметил на нас пользователей. Поэтому, действительно, Solana такая логучая сеть, я считаю, сеть полная параша, монета, ну, под вопросом, зарабатывать дает, 20x уже дала, даже больше, поэтому, кто закупал, молодцы, я лично не поверил в нее, я лучше куплю Ripple и заработаю куда больше, я считаю. Аналитики указали и зафиксировали восстановление интереса к покупкам биткоина. Ну, естественно, биткоин, ну, никак не альты, потому что они на дне. Ну, и вот, Байдена просили вмешаться в разбирательство Binance, ну, это тоже мы уже видели. И Slow Mist назвали основные причины потери средств с пользователями. И, как вы понимаете, что фишинг с транзакциями 18%, скачивание фейковых кошельков в приложении для тренинга 16%, подмена адресовый фишинг Тарояны. Далее, 13% фишинг в мессенджерах, в том числе поддельный чат приложения 8%, атаки профессиональный хакерский групп 6%. То есть, видите, не так уж и много. Атаки на торговой платформе, то есть на бирже, да, 4% ошибки при транзакции, схемы Ponson, ну, типа, скамы, лазейки смарт-контрактов и так далее. Ну, то есть, вот это PNK Swap тема. Короче, по большому счету, люди сами подписывают транзакции, понимаете. То есть, люди сами творят хуйню, сами залазят на какие-то фейковые сайты, сами не добавляют закладки сайта, да. То есть, все официальные сайты у вас должны быть добавлены в закладки. Как найти официальные сайты? Находите официальные источники с галочками, да, подтвержденные, которые, то есть, в основном, это ищется на CoinMarketCap, либо, соответственно, на уже каких-то источниках, да, то есть подтвержденных. Либо, ну, как вы понимаете, у людей, которые знают и могут вам официальную ссылку скинуть. Ну, естественно, которым вы на 200% доверяете, которые вас не кинут, да. Но, опять-таки, то это вероятность небольшая. Fidelity покомментировали направить биткоин, рекомендовали даже направить биткоин от 1 до 2, до 5% капитала. Специалист затронул тему, получается, паралич, что мучает многих традиционных инвесторов. Ну, и когда речь заходит о вложениях к криптовалюту, ну, и, по сути, они должны, типа, вкладываться. Ну, и угадайте во что, конечно же, наверное, биток и эффект. Вот, далее право говорить о страх АДЖИ, сотрудники ИИ компании забили тайвогу. Ну, потенциально опасная корпоративная информация, да. Ну, и, как вы понимаете, что АДЖИ, вот эти вот АДЖИ, проекты искусства интеллекта, они будут расти. Но, тот же АДЖИ, вот эти две монеты и АДЖИ, они уже свое отыграли, да. То есть, они уже давали ИКСы, да, они могут еще показать, я не спорю. Но, они перед этим показывали десятки ИКСов. Нахуя сейчас заходить? Можно тут же, не знаю, за граф купить, либо еще какие-то монеты, которые на дне. Но, покупать там АДЖИ, АДЖИКС, там, и тот же самый, как вы понимаете, там, рендер, фред. Ну, эти монеты уже все, изжили себя, и покупать их сейчас, ну, это тупизна полнейшая, я считаю. Далее, Undead Games, это какой-то игровой проект, анонсировал запуск бета-версии, и токен вырос на 465%, как вы понимаете. Ну, и, в принципе, как вы узнали, что, получается, вот у нас UDS. Данная монета торгуется у нас на МЕКСе. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Вот она есть у нас на Gate.io, есть она у нас на BitGate, как вы понимаете. Ну, в принципе, кто захотел, тот купил. Но монета такая низколиквидная, видно, что по ней особо она там укатывалась тут, но показала 5x. Я лучше на вашем месте вместо этих двух проектов взял Mavia, Heroes of Mavia, есть такая монета, которая еще не стартанула. И есть такая монета Guts and Chain, тоже два игровых проекта, я думаю, ничем не хуже. Поэтому, если кто их не брал, настоятельно рекомендую, и данные монеты еще болтаются под ничью. Здесь потенциал, я считаю, не хуже, и в рост они еще не пошли. Поэтому здесь тоже могут быть десятки, а то и сотни иксов. Поэтому тоже имейте это все в виду. Далее, получается, Павел Дуров рассказал о росте токенов в 4 раза, как вы понимаете. Ну и, в принципе, говорит, что его монеты нот, которые ему задонатили, выросли с 6 до 24 миллионов. Ну, я думаю, это отчасти подсказка, когда надо фиксироваться. Да, по поводу тонкоина держать можно. Я считаю, что хайп на него еще будет, и он не прошел. Вот, дальше он тоже полетит, и видно, выкупные свечи, зеленые камыши, да, у нас образовываются. Ну, а по поводу ноткоина, тут под вопросом. Видите, тут уже идет какая-то фиксация. Да, может быть, кто-то скажет, через консолидацию мы пойдем еще дальше, но я бы лучше фиксировал. Поэтому фиксировать я говорил еще вот буквально, когда там, 3 июня, поза-поза вчера. Аипл накрывается медным тазом. Выход из-под юсдикции США, откуда такие предположения? В новостях сказали, да? Означает лишь то, что монета непригодна. Вот, я написал, аипл уходит из США. Ну, то есть, человек поверил на слово в новости, хотя я в ролике сказал, что это хуйня с поддадивания, ниоткуда рипл не уйдет. Но, при этом, несмотря ролик, видимо, либо не услыша, что я-то бы говорил, да? То есть, люди слушают и нихера не слышат, да? То, что монета непригодна для CBDC. Ничего себе. Рипл находится в очень плохой ситуации, и это хорошо. Ну, для кого хорошо, непонятно, и почему в плохой ситуации. Хоть один аргумент. Потому что рипл действительно обманул много людей. Кто там, кого обманул, я не знаю. Обманул в каком плане? Что люди, долбоебы, сами заходили на хаях, на ожиданиях, то, что писали в новостях, а рипл будет по 100 долларов. Ну, так это их проблема. Причем тут, кто там, кого обманул. Обманули это, если как-то луна скаманула. И то, как бы, ты понимаешь, что все скам, все пирамида. Если ты не долбоеб, то ты это понимаешь. Если ты долбоеб, то ты говоришь, да, это скам. И, соответственно, если не растет, а как только выросла, говорит, что это перспективная технология. Ну, понятно, да? Вот. Индекс страха и жадности. Показываю жадность не 75, а уже 78. Но я бы сказал бы, что жадности особо на рынке нет. То есть, в отношении битка эфира может быть. Но, как мы видим, у нас продолжает брить шарты. И, естественно, это признак того, что у нас все полетит в вопрос лишь времени. По поводу индекса страха и жадности я, в принципе, показал. По поводу альцезон индекса. Самое интересное, что у нас продолжается альцезон. Лаи у нас не обновляются. То есть, мы не падаем ниже. И это говорит о том, что альцезон впереди. И уже мы ломаем вот эту формацию. А я предупреждал, сука, что, ребята, вот это было дно. Лето, осень 23-го года. Потолок вот у нас был. Январь коррекция, март, апрель. И после этого мы летим наверх. Многие мне сказали, да не, Саня, еще одна. Вот еще одна. Вот еще одна коррекция. И тогда, и тогда вот мы полетим. Ну да, конечно, вам виднее. Так вот, монеты, которые я хотел посоветовать. Которые многие еще не взяли. Буквы в меме держит Binance, я напоминаю. На 507 миллионов долларов, 508 даже. А это полмиллиарда на секунду. Полмиллиарда долларов Binance держит. Вот еще Binance держит на 16. То есть, получается, 523 миллиона долларов. Гейтайо на 50 лямов и Байбет на 25. Это что-то да значит. Ну и Мекс на 10,5. Поэтому Боум, я думаю, покажет 10 иксов как минимум. Деген есть монета на базе экосистемы Base. Да, на базе базы. Вот, торгуется на Байбете, на, получается, Битгете, на Хобби. Ну, я брал бы на Байбете. Вот, поэтому данная монета, я думаю, себя еще покажет. Ну, потенциал 5-10 иксов, думаю, тоже имеется. Кто холдит данную монету? Я взял вот этот адрес на 35 лямов. И давайте глянем. Это адрес биржи Байбет. Вот, и вот Деген они держат на 34 лимона. Также Брэд, они держат, это тоже еще одна монета из экосистемы Base, Coinbase, да. Вот, поэтому Base, если глянуть Брэд, Брэд, вот эту монету, она уже показала иксы. Кто хотел, тот ее покупал до этого. Я ее, кстати, по-моему, советовал, уже дала иксы, поэтому брать ее поздно. А вот Деген, тот же самый, я считаю, брать еще можно. Да, она, понятное дело, уже знак, кто-то скажет, дала там 70%, но мы получили подтверждение, да, можно было и без этого. Но без этого, как мы понимаем, что падение было 75, в принципе, даже сейчас не критично ее покупать. Поэтому, кто не взял, можно это сделать бонусом. Монета есть такая, Zeta Chain, можно еще тоже взять. У меня многие за монету ZK спрашивали, потому что ее поделись ли со многих бирж. Я не считаю, что она прям сильно укатается. Там просто будет добавлен, она в виде тикера ZKJ, чтобы вы понимали. И она уже добавлена на тот же Мекс. Вот, то есть поменяли ZK, это ZK Sing, будет, а Polyhedra, это будет у нас, получается, ZKJ. У нее тикер, поэтому, если кто держит, ваши монеты не пропали, просто поменялся тикер. То есть название вот это, ну, три буковки вот эти. Вот, поэтому сейчас даже можно брать и обратно переименовали. Видите, история не пропала по данной монете. То есть это свидетельствует о том, что все отлично. То есть, видите, здесь с 19 марта и здесь с 19. То есть, видите, просто тикер сменили и все, все заебись. Все торгуется, как и было. Поэтому за монету Polyhedra не парьтесь, ее киты держат, сливать от нее не планируют. Это просто вот такой вот спор специально, чтобы толпа на панике продала на дне данную монету. Ну, вот, я думаю, понятно. Также, самое интересное, у нас Баби держит Галу и WorldCoin. Ну, по поводу Галлы, я уже говорил, что Галла, один из главных холдеров, это у нас Binance. Поэтому Галла должна быть тоже у вас в портфеле. И если открыть ту же Галлу, вот, допустим, мы берем, есть монета Галла. Вот, и смотрите, вот, показываю, Binance держит здесь на 337 миллионов долларов. Битхам держит на 38 лямов. То есть, США, Южная Корея. И вот еще у нас Crypto.com, Турция, как я говорил, США, Kraken. Вот, и E-Tora, тоже европейская какая-то контора у нас. Вот, и, как вы понимаете, что это тоже все не случайно. Вот, поэтому Галла тоже должна быть в портфеле. Я говорю, что потенциал здесь 15-20 сексов, поэтому берите. Заметил, что многие блогеры начали советовать монету API, которая относится к сектору NFT. Поэтому тоже возьмите. Stepn, они тоже будут рекомендовать. Вопрос лишь времени, потому что GMT, я считаю, тоже себя проявит. Ну и давайте ради интереса глянем, кто у нас главный холдер API и GMT. Многие, конечно же, считают, что это не так. Но, видите, монета в накоплении. API держит Binance на 85 лямов. BABIT на 16. Hotbit. Ой, блядь, этот. Hotwallet. OKX за 15 лямов. Вот, BTC Turk еще раз. PaiBoo. Это тоже туалетская биржа. Ну и давайте глянем GMT. Stepn. Кто ее держит? Здесь ее тоже, о боже, какое совпадение. Держит Binance на 122,5 ляма. OKX держит на, получается, 8,5 лямов. Ну и, в принципе, Bithump еще держит на 4 ляма. Тоже Южная Корея совпадение. Да, и тоже на дне. И графики. Графики, смотрите, просто одинаковые, как по мне. Вот, и если вот сравнить ради интереса открытия данную монету, давайте вот откроем просто по приколу. Вот у нас имеется, допустим, GGMT Stepn графики. Вот, на удивление, что они появились, кстати, в одно и то же время, обратите внимание, в 22-м году весной. То есть, примерно март-апрель. Вот, и, как вы понимаете, что данная тема, ну, давайте, когда он там залистился. Да, апрель, там март даже. И вот открываем API для сравнения, ApeCoin. Смотрите, графики просто один в один. И вот если открыть, допустим, наоборот, API, открываем и добавляем тот же самый, получается, Stepn GGMT. И давайте посмотрим, что здесь у нас, какой график. И совпадение ли это. И киты, наверное, там тоже одни и те же. Вот, GGMT. Открываем, и график такой же. Видите, такой же, просто один в один, блядь. Нихуя не поменялось. Вот, поэтому, я думаю, с этим понятно. Поэтому, Гала, тоже, кстати, еще на дне. Вот вам бонусы от меня. Многие спросили, что купить из игрового сектора, высокого риска, чтобы заработать хорошие иксы. Вот, Гала может себя еще проявить. Поэтому, я думаю, Минанс явно не просто так и держит. Далее, еще одна монета. Монета Слерф. Некоторые блогеры начали ее тоже советовать. И я слышал за нее. Она была на пресейле. И, кстати, на CoinMarketCap появилась новая вкладка. Пресейл Мемес. Вот, и это тоже отличная возможность. Смотрите, вот Слерф есть, Пунду и Боба Опа какая-то, не знаю. Вот, и, как вы понимаете, что вот эта монета Слерф, она торгуется, сейчас давайте глянем где. Она торгуется на Gate.io, Radium, Huobi, BingX, MEX тоже имеется. Поэтому, я считаю, что данную монету можно брать. Почему? Потому что монета данная ничего еще не показывала. Ну, то есть, по факту, она там показала хуй да нихуя. То есть, буквально там жалкие 30% знат. То есть, даже сейчас ее можно приобрести. Поэтому, если кто вдруг не купил ее, рекомендую. Почему? Потому что здесь у нас тот же Radium держит ее на 47 лямов. Gate.io 28, BitGet на 9, MEX на 5 лямов. Поэтому тоже не случайно. Еще одна монета, Пунду и Спрейсейл монет. Монета Панда, только Пунду. Ну, а не коверкают слова, а типа рофлят с этого, да, как вы понимаете. Торгуется также MEX, BingX, Gate.io там и так далее. Монета тоже еще нихера не показывала. Тоже плюс-минус ситуация такая же, как по монете Слерф. Поэтому можно взять как щиток мем. Вот, а холдеры тоже есть Radium, есть Gate.io, есть MEX. Поэтому, я думаю, тоже себя проявит. Так вот, далее. Киосаки говорит, что у нас делает ошеломляющий прогноз. И говорит, что 350 тысяч долларов в августе. Это тот Киосаки, который по 20 тысяч ждал у нас 10. Вернее, не 10, а 12. По 12 его не купил. Да, и по итогу внезапно у него оказались битки на балансе. И поэтому он сейчас рассказывает, что ждет там сначала 200 тысяч, там 100 тысяч, 350 тысяч, 500 тысяч, миллион и так далее. Ну, то есть балабол. Я думаю, понятно. Далее, что еще? Вот, еще одни влажные фантазии Киосаки. В августе будет 350 тысяч долларов. Ну, это как Team Draper, который 6 лет уже рассказывает по биткоин за 250 тысяч. Далее, к UCP Capital. Эфир обошел биткоин по волатильности на 15%. Ну, и видите, как я и говорил, загонялки продолжаются в эфир. Это вполне ожидаемо на фоне продолжающегося принятия ETF. А рыночная стоимость биткоина превысила отметку психологическую 70 тысяч. Загон опять биток. Далее, получается, Charles Edwards, это у нас основатель международного фонда Caprioli Investment, говорит, что майнеры капитулировали. Ну, ребят, это была капитуляция майнеров. Вы что, не заметили? Видели? Капитуляция майнеров. Видите, цена даже не сдвинулась. А капитуляция уже была, прикиньте. Далее. А капитуляция майнеров многие не догоняют, что она может быть просто отключение от розеток обычных рабов системы. Но киты, естественно, выкупают эти, скажем так, майнинговые оборудования за копейки и майнят вместо вас. Вот и все. Значит, пора ожидать ралли биткоина. Совпадение, да? И, в принципе, говорит, что последняя цена была в 20 тысяч долларов. Ну, и говорит, что достигнет 100 тысяч, верит бизнесмен. Вот. Поэтому майнеры капитулировали, что мы наблюдаем. Исторически, такие периоды в подавляющем мощности синхронизировались с более широкой слабостью рынка, но волатильностью, да? И с значительными возможностями роста цены. Ну, и тот же Петр Банг, говорит, что будет 130-150 тысяч в августе 25-го года. И опять август. И здесь тоже август. Но в августе, скорее всего, вряд ли что-то будет, потому что у нас пик был рано обычно приходится на весну, либо конец года. Обычно конец года был. Далее, получается, у нас Мэтт Хоуган. Это у нас инвестиционный директор Bitwise, который тоже подал НТФ, говорит, что на крипторинок валюется триллионы долларов. Но есть одно условие, да, печатный станок. И тогда, получается, у нас BlackRock криптопространство повлияет на рынок. Ну, и вообразите, что вся Wall Street воспринимает криптовалюты. Но на данном этапе не в полной мере популяризирует вложения. Поэтому надо вливания и поверить им в это. Генедиректор Real Vision Рауль Пал говорит, что у Доги есть потенциал, если поможет Elon Musk. Да, если не поможет, то роста не будет, да. Ну, то есть, опять же-таки, Доги с Шибой продолжают обсуждать. Но пока что, видите, такое полускептическое отношение нам формирует. Почему? Потому что монеты стоят. Стоят на месте. Но это, наоборот, хорошо. Запасы биткоина у нас, криптокван говорит, достигли минимума за последние 14 лет. Вот, у майнеров. Ну, и опять же-таки, то, что у нас якобы майнеры капитулировали. Не совпадение, да. Далее, получается, у нас Виталик Бутеннер скритиковал выпускаемые знаменитости в Мемкоины, что они не несут ценности. Вот. Инвестиции в Мемкоин оправданы в том случае, если принесут практическую пользу. Да, ну, конечно же, это он намекает, что, ребята, надо инвестировать в эфир, да. Поэтому он не снижает комиссии, а, наоборот, их повышает и оставляет, да. Ну, при этом зарабатывая на этом миллиарды долларов. Ну, то есть, все для народа, а не еще для себя. Несет практическую пользу, а на этом денег он не зарабатывает. Ну, кто-то скажет, ну, ребята, ну, чтобы заниматься разработкой, надо же платить сотрудникам, платить за технологию, за вот это все, вот это что же расходы, да. Но он-то в карман себе, типа, ничего не ложит или что, блядь. Вот. Поэтому, ну, такое-то боецевое кобыло. Поэтому, ребят, понимаете, что все проекты, все делается с одной целью, чтобы зарабатывать бабло, в первую очередь. Я думаю, ясно. Так вот, и говорю, что не несет никакой практической пользы, ребята. Да, если подумать, то и эфир, это, по сути, ну, монета уже все, скажем так, направлена. Вот у нас, кстати, вот эта монета Иги Азолеи уже дала 10 иксов, кстати, ее поздно покупать. Поэтому, кто хотел, тот брал ее на старте. Ну, как мы понимаем, что сейчас ее брать спустя 12 иксов, но это тупизна полнейшая. Вот. Можно взять еще, есть такая монета Дженнер. Может быть, она еще покажет, поэтому мы понимаем, что здесь потенциал тоже может быть. Поэтому монетка еще не распиральная, да, не на хайпе. Вот. Далее Турция может ввести налог на прибыль от операции с криптоактивами. Ну, почему? Потому что Турция одна из главных монет, которая, ой, не монета, а бирши, и стран пампят монеты. То есть США, Южная Корея, Турция, да. Далее получается у нас что еще? Роджер Вер, который у нас, помните, основатель Биткоин Кома. И тот, кто стоит за Биткоин Кэшем отчасти, да, освобожден под залог из испанской тюрьмы. Ну, как освободили Доквона, как освободили Сизи Бинанса и так далее. Поэтому, как вы понимаем, что под залог всего лишь 150 тысяч евро. Ну, для него это, я думаю, вообще копейки. Как, ну, для обычных людей 150 гривен, да. Ну, и как вы понимаете, что на данном этапе это просто забавно. Вот. Как сначала, типа, засудили, нагнали Фаду, а потом народ обосрали. Вот, Бинанс проводит семейный чемпионат с призовым фондом 4.2 ляма долларов. То есть, опять же таки, вы понимаете, что призами в виде BNB, стаблкоинов, USDC. И, получается, чтобы побороться за призы, надо подтвердить участие акции, выполнить соревнования. Ну, и по факту, как вы понимаете, подает ваучер на 1 BNB стоимостью 7700 долларов. 30 июня, вот, определить 23 фариатов. Ну, либо 100 долларов фьючерсов на 100, ну, на каждой площадке. Так вот, чемпионат мира с 5 июня по 25 июня, то есть, 3 недели будет идти. И, как вы понимаете, как я говорил, что фан-токены будут качать, и тема NFT будет развиваться. Поэтому, несите в трусы, и все будет отлично. Так вот, Chilis и эта экосистема, вот эти монеты, Santos, PSG, Bar, Lazio, Porto, City, OG, Alpino, Juve, ATM, ACM, SR, будут расти однозначно. И уже потихоньку они прибавляют. Поэтому, я считаю, что данные монеты должны быть. Если не хотите покупать все монеты, то возьмите хотя бы 4. На базе Binance Smart Chain это Santos, Porto, Lazio и Alpino. Потому что их держит больше всего Binance, и, очевидно, скорее всего, они будут их пампить. Далее, что еще? У нас добавились NFT новые. Да, вот эти вот 3 я уже рекомендовал покупать. Кто не купил, еще купите, пока они на дне. И также добавятся новые NFT-шки уже буквально через 5 часов, как вы понимаете. Если обновить страницу, 6 часов. То есть, примерно это получается сколько? Где-то в 6-7 вечера, да, как вы понимаете. Ну и далее, 6-го числа вот эти вот 3 NFT-шки добавятся. А вот это аукционная NFT, я так понимаю, то ли нельзя ее будет купить только за аукцион. И будет она добавлять с 14 по 18 июня. Совпадение, да, потому что чемпионат длится у нас по какое число? По 25-е. Ну и плюс вот эти NFT уже 3 штуки можно будет купить сегодня. Я думаю, самое ценное будет вот это и вот это. Поэтому наблюдаем за ситуацией. Что еще? Голова Ванек тоже, опять же таки, фонда, говорит, что люди обращаются к биткоину из-за недоверия к банкам и СМИ. Совпадение, да? Далее, Киасаки сказала, какие криптлюты нужно покупать, кроме биткоина. Какие это? Эфир и Солана. Вот, потому что стоимость продолжит повышаться. Спасибо за совет, но на хаях. И говорит, что на данном этапе эфир у нас в Ванеке, говорит, вырастет 22 тысячи к 30-му году. Но это с тем расчетом, что типа у нас эфир будет, ну, в следующем цикле. Ой, аж зевнуть захотелось. Короче, в следующем цикле будет 22 тысячи долларов, как вы понимаете. А Солана 570 тысяч в течение 7 ближайших лет. То есть Солана типа не соскамится. И поэтому медвежек якобы не будет. Но это бред на самом деле. Вот, гендиректор у нас, тизер, обеспокоен будущим стабилкоина в Европе. Ну и типа потому, что там всякие вот эти регуляции. Поэтому типа все хана. Вот видите, постоянно Европу тоже теперь кошмарят. Японская биржа купит биткоина 300 ляма для выплаты пользователям. И получается вот эта вот биржа, которая скаманула, теперь якобы все выплатит, как MTGOX. Ну да, конечно, скаманула, забрала бабло. А тут внезапно акт благотворительности, акт филантропии, да. Цена биржевого токена BNB установила новый рекорд. Опять же таки, в новостях затрубили, как только хаи достигли совпадения. Да, я об этом предупреждал. Вот, поэтому далее. Мем токены Estram, Pepe и Doggy, Floki, подготовятся к РАЛе. Готовятся, готовятся. То есть они не на хаях, они только готовятся, только готовятся. Да, вот Pepe, Floki там и так далее. И многие люди там в блоге сейчас рассказывают. О, ребята, смотрите, ебаный в рот. А за Doggy сшибы молчат. Молчат. Совпадение, да? Интересно. И VIV тоже. Сейчас за VIV рассказывают. Ребята, VIV самое время покупать там. Dog, еще какая-то монета есть у нас на гейтойо торгуется. Но, как мы понимаем, что лучше уже Doggy покупать, чем Dog. Вот. И что еще? Давайте посмотрим. И говорит Estram, блядь. И которые в новостях вообще не мелькали. Я говорил их покупать. Сейчас, когда они укатались, я выходил на хая, видите. Данная монета уже укаталась в два раза. Но при этом, говорят, ребята, ты что? Ну, надо же держать. Вот. Мага, кстати, еще имеет шанс восстановиться. Потому что она особо X-ов не показывала, как и Tramp. Но остальные монеты, которые там, либо тот же самый Boden, тоже может себя проявить еще. Но Estram, нахуя его сейчас брать? Видите, специально разгружаются в вас. Разгруживаются. Аналитики K33 Research у нас прогнозируют рост эфира выше 5000 долларов. Ну, это понятное дело, что и так это случится. Но, как бы, надо просто иметь терпение и понимать, что это неизбежно. Далее. Достигнет ли биткоин нового АТХА и что же ждет Альткоин и дальше? Я считаю, что да. Но и при этом нам советуют покупать Solano. Он добавляет к Тонкоин. И, в принципе, при этом говорят, что биткоин, конечно же, на данном этапе может достичь хая. И надо принимать правильные инвестиционные решения. Знаете, вот эта манипуляция, правильное решение, пойми. Правильное, то есть, которое нужно мне. Спотовая биткоин АТФ зафиксировали второй рекорд притока капитала. И, как видите, приток уже 900 миллионов. Совпадение. Далее. И спрогнозировал цену Chainlink на конец июня. И говорит, что примерно может достичь уже максимума 23 доллара. Ну и при этом к концу 25 года, что может вырасти и цена актива к биткоину может вырасти в 4 раза. Вот. И примерно, что отметка будет 20-25 долларов. Да, как мы понимаем. Но Chainlink уже показал X3, на самом деле. Он покажет еще, понятное дело. Но сейчас небольшая коррекция, откат. Ну и знал, он уже показал 60%. Поэтому, кто ссыканул, кто не покупал по 12-13 долларов, очень даже зря. А кто здесь не покупал, ну, тем более. Я говорил, что монета себя проявит. И тут самый четкий боковик, который только мог быть. Далее, получается, что еще у нас из интересного? Байдена просят вызволить руководителя Бинанса из тюрьмы. И, получается, это у нас Роджер Дж. Д. Картенс. Ну, понимаете, и Тигран тут же самый. То есть, опять же-таки, Бинанс Юэс. Но при этом, как мы понимаем, что это все фад новости, чтобы заходить в очередной раз Бинанс. При этом BNB растет совпадение, да? Трейдер заработал на Шибе 120 лямов. Опять вложил в данные токены уже 18 лямов. И вложил он опять, я так понимаю, в Шибу. Ну, и как вы понимаете, что это сигнал к тому, что данный чувак будет у нас, получается, зарабатывать. Да, он, может быть, вышел раньше времени. Но он покупал почти на самом старте. И сейчас он купил, но при этом он не покупал типа на дне. Ну, как по мне, это пиздеж. Поэтому, я думаю, Шиба будет расти. Так же, как и Доги. И многие недооценивают эти две монеты. Далее, получается, в мае на цехсбиржах наблюдается спад объема торгов на 20%. Ну, это, опять-таки, пугалки. Специально, что говорят, объем упал по битку эфира. Ну, потому что волатильности там никакой нет. Все торгуют другими альтами. Компания Paxos, которая стоит за USDP и, там, ну, этим, токенизированным золотом, выпустила Pax Gold. Да, новый стабилкоин USDL они выпустили. И базирующийся, получается, в Эмиратах на базе эфира. И ежедневно программно выплачивает доход по условии, что резервные активы полностью поддержат общую стоимость. Ну, типа, что есть резервы и 100% монет там обеспечены чем-то, да. Вот. И ближайшие 5 лет вырастет в 20 раз, говорит эта компания. Вот. Далее, получается, что еще у нас эксперты считают в 2024 году рынок мемкоинов ожидает рост. Да, то есть, а до этого не было роста мемкоинов. Вот только сейчас. Только сейчас он начался. Далее, получается, NFT-платформа, блокбар продает у нас текилу. Дон Джулио теперь можно купить. Ну, и опять же таки, как я говорил, что тема NFT будет качать и будет развиваться. И опять же таки, я говорил, ребята, понимайте, что это неизбежно. И фан-токены по поводу той же вот этой темы футбола можно будет потом продать. И на этом, я думаю, навариться. Но если нет, ну, окей. По крайней мере, мы попытались. Далее, получается, что еще у нас по новостям? Почему крипта не работает? И типа, крупнейший неудачник у нас Arwave. Arwave, давайте глянем. Arwave, какой же он неудачник. Неудачник, бля. Неудачник. При том, что он уже дал зна 10 иксов, даже 11. И неудачник. То есть, я говорил, будет выход из канала. Видите, закрепление и полетели. Поэтому неудачник, интересно. И здесь график даже чем-то похож на Nierk Protocol. Давайте посмотрим. NVIDIA охуяет наверх без остановки. Многие говорили, там, невозможно такое, да? Что капа большая будет. Ну и что там, как капа поживает? BONG поддерживает восходящий тренд на фоне растущих медвежьих настроений. И BONG, конечно же, вот BONG, PEPI и FLOKI. Спасибо. SHIBA с DOGI нахуй надо. Да, вот BONG надо покупать сейчас. BONG и S-Trump, да? Которые дали уже иксы. Далее. Цена эфира колеблется ниже 4000 из-за опасений по поводу распродажи. Потенциал продаж. Ну, это, опять же таки, туфта. Хуйня с поддяди воня. Это просто пугалки. Далее, получается. Финансовый комитет США проведет слушание токенизации реальных активов. То есть, тему RBA совпадения, да? Далее, получается, также еще токенизированных активов, способных провести революцию в финансах. Далее, FANTOM выросла на 10% за 2 дня. Ключевой фактор роста. Потому что чистый отток там произошел. И плюс RSI что-то показывает. Но аргументов не появили. Потому что покупатель есть. И покупатель превышает продавца. Ну и, как минимум, цена пока что стоит у нас на месте. И ничего не происходит. Далее, получается, тизер. Инвестирует 19 лямов долларов в XRX. Для улучшения трансграничных платежей. Вот. И это система B2B. Бизнес-то-бизнес. Да. И, как вы понимаете, также запуск стабилкоина XAU-1 укрепляет нормовое финансовое положение XRX. Ну и, как вы понимаете, что тизер тоже заинтересован в теме CBDC. Виталик Бутен критикует крипалютные токены знаменитости из-за отсутствия долгосрочной ценности. Но, как мы понимаем, что нам абсолютно насрать. Нам главное на этом заработать. А то, что там, я говорю, ничего они себе не представляют. Это полная туфта. А также эффективность токена PNFT. С венекс со знаменитостями вызывает беспокойство. И многие из этих предприятий потерпели неудачу. Или оказались в мошенничество. Что вызывает сомнения. Ну, потому что без лоха и жизнь плоха. Ну, вот эта монета Mather уже взлетела. А монета Jenner еще нет. Поэтому я считаю, что данные монеты можно еще закупать. Ну, Mather нет, Jenner можно. Вот. Render преодолевает сопротивление. Следующий шаг для цены и совпадения. Что у нас упоминает? ENJ, FED, Render. Да. То есть, вот эти монеты, которые на хаях находятся. Я говорил, что нахер их сейчас покупать. Но блогер говорит, нет, ребята. Надо покупать. Надо. Технология ж ебаный ворот. Цена на Шибу колеблется, несмотря на рост активности китов. И имеет медвежий импульс. Да. Поэтому у нас чувак покупает Шибу. Да. И поэтому он на ней зарабатывал. Но нам говорят, что не. Ребята, надо наоборот. Надо наоборот бояться Шибы. Надо ссать ее. Потому что ты что? Шиба там медвежий импульс какой-то показала. Ну, ахинея полная. Далее. Как цена Юнисвапа предотвратила серьезный медвежий результат? Ну, потому что сбрила шахты, блядь, как? И по сути, медвежье пересечение, дивергенция образовалась. Дивергенция это явление постфактумное. Как вы понимаете, что появился покупатель и киты, которые захотели сбрить шахты. Ну, давайте глянем. Сбрили ли шахты на самом деле и произошло ли это? Да, вот открываем график и получается здесь действительно было бритье шахтов, как вы понимаете. Поэтому те, кто там обосрался, очень даже зря. Потому что данные монеты себя проявят. И те, кто не покупал Dex DeFi Сектор, ребят, ну, вы потом будете залетать на хаях просто как миленькие. Далее, что у нас еще? То, что Флоки столкнется с коррекцией после достижения максимума. Ну, то есть, а сейчас она не достигла максимума, да? Далее получается. Покупатель мем монет заработал 10 лямов долларов на Shiba Inu. Вот, как вы понимаете. Ну, и в принципе, Shiba еще рано продавать. Поэтому кто-то скажет, блядь, надо продавать Shiba точно. Он заработал, надо и мне выходить. Буква в меме. Боум. Который, кстати, посоветовал и сказал, что надо брать. Потому что Binance держит на полмиллиарда, да? То данную монету нам тоже советуют. И говорит, что сталкивается с консолидацией. Вот. И, по сути, тем не менее, инвесторы с оптимизмом смотрят на прибыль и находятся в восходящем канале. Корреляция монеты мимо с биткоином в настоящее время на 0,33% составляет и снижается. Является медвежьим сигналом. Ой, спасибо за совет. Вот. Солана достигла притока стейбла в полтора миллиарда, поскольку цена выросла на 3,5 раза. Майкл Дойчер, или Дрочер, да? Делится лучшими альткоинами после огромного бычьего сигнала. И альткоины, которые стоят интерес к альткоинам, надо купить эфир, BNB и флоки. Блядь. Спасибо за совет. Просто охуенный совет. Просто лучший во вселенной. Лучше и монета какая-то торт. А, топт. Он до файненс говорит, надо покупать после роста. Бля, ну охуенный совет. Спасибо от души, чувак. Вот. И говорит, что надо покупать также кейк. Ну, единственное из этого всего, из этих пяти монет, или сколько их там, кейк можно купить. И то, и то кейк уже начинает идти в рост. Понимаете, уже он дал с донных отметок, понимаете, плюс 40%. Поэтому, ну а если вообще прям с самого дна, то он показал здесь, давайте глянем, сколько, около, получается, сколько. Таикса. Таикса, зна. Поэтому те, кто там сидел, мял яйца, уже, как видите, монеты летят, пока вы ждете. Далее. Криптохип раскрывает стратегию ставок криптов для максимализации доходности. И говорит о том, что стратегия включает расширенное управление рисками, модернизация инфраструктуры. Ну, и новая стратегия на данном этапе, ландшафт развивается. И, по сути, какой-то план, не знаю, перелива, наверное, он имеет в виду, либо стейкинга. То есть, надо на этом зарабатывать. Ну, в общем, нихера не понял, ну ладно. Бывший президент США Трамп теперь владеет капиталютой на сумму более 32 ляма долларов. Ну, и, по сути, NFT-проекты включают у нас. Новая коллекция MagShot Edition. Вот. И большая часть сосредоточена, включает MagoCoin. И, второе, совокупная стоимость составляет 27 лямов. Монету Торок я пока не закупал. Я за нее тоже рассказывал вчера. Листинга пока еще не было, поэтому есть только на Аполлониксе, да. Только-только вот-вот залистилось. Я жду листинга хотя бы на тот самый проект, зарабатывающий большие деньги на криптоарбитраже. То есть, разница курса капиталют на криптобиржах. Это Orbitz.io. Я лично его проверил, удостоверился, что все честно работает и держу тут вклад в более чем 32 тысячи долларов. Инвестиции, приносящие отличную прибыль. Ссылка на проект в описании под роликом. Как вы понимаете, о крупных площадках тогда вот можно, ну там Мекси хотя бы, да, для начала. Коби там, Бабит и так далее. Если будет, тогда окей. Не будет, ну тогда наблюдаем. Далее, аналитчинлинг. Определены ключевые уровни поддержки и сопротивления. Ну и в принципе, что же нам говорят, что на данном этапе у нас какие-то локальные уровни имеются. Так же, как и локальные уровни сопротивления и поддержки. Ну короче, блять, хуйня с подедивания, трейдерские вот эти, ментальные мастурбации. Поэтому ждем. Ванек устанавливает цену эфира, целевую цену 22 тысячи долларов. Ну это специально завышенное ожидание вам дают. Естественно, люди 2030 год не видят, что там ждать еще 6 лет. Они просто увидят цену 22 тысячи долларов и зайдут сейчас в эфир в надежде, что он даст 6 тиксов или 7 иксов с текущих, да. Что отражает сильный рыночный потенциал. Ну это их ожидание, но при этом они ожидают стандарт-чарты 25-му году, эффект 14 тысяч долларов. Но при этом биткоин, самое интересное, они ожидают по 140-150. По эфиру я считаю завышенные отметки, поэтому эффект там 8-9 тысяч, ну 7 тысяч, вот так вот. Слушания в конгрессе выявили различные взгляды на токенизацию реальных активов, ну и при этом они продолжают эту тему изучать. То есть RVA тема продолжает изучаться. Токенизация автомобилей, денег и недвижимости. Далее. Реальный директор Фрэнклин Темплтон фонда прогнозирует предстоящую волну внедрения биткоин ETF. Ну и быстрый рост подчеркивает растущие интересы, особенно сайди крупных учреждений с Wall Street, да. Данные показывают постоянный приток, что подтверждает позитивный прогноз для будущего внедрения. Вот, поэтому ребята, такие мысли, такие дела, наблюдаем за ситуацией, закупаем нужные монеты. Понятное дело, что ЗНА уже тот же Боумы дал около 2 иксов, но даже сейчас не поздно данную монету взять, потому что она может даже с текущих показать десятки, может даже сотни иксов. Поэтому успевайте, кто провтыкает, потом будет очень сильно жалеть, что он не закупился данными монетами. Поэтому такие мысли, такие дела, всем удачи и всем пока.